Мы разрешили гражданам Армении пользоваться дорогами, проходящими через нашу территорию и освобожденные земли, дорогой, проходящей через Губадлинский район. Они должны это оценить. Это наша земля. Как передает канал 13, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года. Мы понимаем, что дорога проходит оттуда. В советское время границы не имели столь большого значения. Проживающее там армянское население, возможно, не знало, что это территория Азербайджана. Они считали, что это территория Армении. Теперь, когда они узнали, что это азербайджанская территория и азербайджанские пограничники прибыли туда и расположились, они, конечно, испытали стресс. Но опять же, я дал указание, чтобы ни один человек не пострадал. Объясните им, что это наша территория, наша земля. Пусть они уйдут. Мы дали им время. Армянская сторона попросила нас дать время до 2 января. Мы также дали время. Я бы мог послать туда один военный отряд и посмотрел бы, что бы с ними случилось. Мы сделали это? Нет. Но они сделали бы это, когда они оккупировали Кельбаджар. Они не дали нам время. Наши граждане босиком прошли через Муров и перевал Омар. Многие из них, замерзнув, погибли в пути. Они дали нам время, сказал президент. Они совершили геноцид против мирного населения, ходиолинский геноцид, другие военные преступления. Мы же взяли в плен тех, кто совершал диверсии на наших освобожденных территориях. Не уничтожили их. Я сказал, возьмите их в плен. Война уже завершилась. Не нужно больше лить кровь. Это все еще показывает нашу гуманистическую сущность. Это та сила, кто находится на нашей территории и не хочет оттуда выходить. И совершила против нас провокации. Военные провокации. Мы взяли их в плен. Но они не могут считаться военнопленными, потому что война закончена. Они террористы, диверсанты. Они прибыли в Ходжавенский район из Ширакского района Армении после 26 ноября. Пусть это знает каждый. Для чего они прибыли? Кто их послал? Война закончилась 10 ноября. Подписано заявление. Кто посылает их туда? И если руководство Армении не может контролировать эти незаконные вооруженные формирование, то это их проблемы. Поэтому никто не может здесь нас в чем-то обвинять. Я еще раз хочу сказать, что во многих случаях мы проявили гуманизм и армянская сторона должна это оценить, подчеркнул глава государства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...